И вновь возвращаемся к приятным событиям дня. Сегодня юбилей отмечает один из самых талантливых тренеров отечественной гребли Павел Петров. Заслуженному тренеру России исполнилось 70 лет, 60 из которых он посвятил гребли. Сначала сам грести учился, затем других учил. А последние 20 лет Петров провел в станице Брюховецкое, где не отдыхал, а работал в два раза больше. В гости к юбиляру отправился Евгений Резник. Несмотря на свой грядущий 70-летний юбилей, Павел Петров на своей базе по-прежнему проводит от 12 до 15 часов в сутки. И так продолжается последние 20 лет. До 1996 на этом месте существовал Центр отдыха молодежи, где затем была открыта секция погребли на байдарках Каноэ. На Кубань Петров перебрался из Таджикистана, где он родился и где начиналась его спортивная карьера. В 1956 году при Доме пионеров открылась не секция, тогда не было ни для США, ничего, а просто такой кружок любителей водных походов. Туризма, будем так говорить. И там, так как у моего старшего брата единственная в городе Ленинабаде была моторная лодка, ему предложили, вот пока он в отпуске был летом, как бы взять шество над нами. Вот в 1956 я знаком с греблей. Понять премудрости гребли ему помогли другие виды спорта. Профессиональных специалистов в байдарках и Каноэ в Таджикистане тогда не было. Наставники в секции постоянно менялись. Легкоатлет, гондвалист, пловец. Кого среди тренеров только не было. Но Павел Александрович в каждом виде спорта старался преуспеть и использовать приобретенные навыки в гребле. Затем была армия и желание стать архитектором. Но первая, спортивная, любовь взяла свое. В 27 лет Петров начинает тренировать. Затем получает звание заслуженного тренера Таджикской республики. И, наконец, переезжает в Брюховецкую. Ни лодок не было. Было, вернее, несколько лодок разбитых. Вырваны троса, там пробиты они пополам, некоторые сломаны и так дальше. Приходилось мне собирать лодки разбитые, с краснодарских всяких свалок и так дальше, и так дальше. Спустя несколько лет ситуация стала меняться. У подопечных Петрова появились первые успехи. Сначала их стали вызывать в сборную Краснодарского края, а затем и национальную. Брюховецкой помогла инвентарем Краснодарская федерация гребли. Парк лодок увеличивался. И все же, будь то байдарка или каноэ, это лишь средство для достижения цели. А о том, как ее добиваться, тренер Петров учит своих детей с самого раннего возраста. Их у него трое – Надежда и двойняшки Виктор и Павел. Имя последнего на слуху в мире гребли уже не первый год. В 2015-м каноист Павел Петров-младший стал чемпионом мира в двойке на 500 метров. К этому успеху он шел всю жизнь. Ведь впервые он сел в лодку еще до того, как стал ходить. Изначально отец пытался это все донести, что вот этим путем можно и нужно идти, прям полностью отдаваясь серьезно. Но поначалу как-то в моей голове может там какой-то ветерок был. А потом, когда появились первые результаты, первые медали с каких-то детских краевых соревнований, вот тогда уже появился первый вкус побед. Вкус побед успели почувствовать и двое других детей Павла Александровича. Надежда Петрова в 2008-м выиграла серебро чемпионата Европы в четверке. Сейчас карьеру пока приостановила. Воспитывает трехмесячного сына. Да и Виктор – неоднократный участник чемпионата в России, Европы и мира. Но собираться вместе, большой семьей, получается не так часто. Юбилей отца – приятное исключение. Ведь для него семья по-прежнему самое главное в жизни. Это для меня значит усел, потому что поддержка. Я бы свихнулся при том режиме, который у меня вот и сейчас он соблюдается. У Петрова-старшего осталась всего одна непокоренная вершина – олимпийское золото. Возможность исправить это будет у его сына Павла уже в августе на играх в Рио. Куда правда еще нужно попасть. И очень хочется, чтобы у них все получилось. Евгений Резник и Виталий Василенко. Кубань-24. Брюховецкий район.